Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 19 сентября. Страдания святых мучеников Трофима, Саватия и Доримидонта. Царство императора Римского Проба 276-282 годы и во время управления Антиохией и ее Актика, называвшегося также Иллиадором, а антиохийские совершали однажды праздник в честь Аполлона Дахнийского и по обычаю весь день проводили в жертвоприношениях идолам, в пьянстве, ликованиях и всякого рода непотребных делах. В то время пришли в Антиохии из другой страны два неизвестных человека – Трофим и Саватий, люди благочестивые, почитатели истинного Бога. В виде ослепления и гибель столь многих душ, они только воздохнули и, обратясь к Богу, молились со слезами, говоря, «Боже, создавший мир весь из всего одним Словом Своим, и человека, сотворивший по образу Своему, призрись небеси и истории людей сих из рук сопротивного». Когда они говорили сие, идолопоклонники заметили, что они не поклоняются языческим богам, и, схватив их, повели к властелине и судье Своему Аттику и Леодору. Он велел их разлучить друг от друга и сначала привести к нему святого Трофима, которого и начал допрашивать о имени, жизни и вере. Святой отвечал, имя мое Трофим. Родился я от свободных и благородных родителей, но попав под власть греха, сначала жил нечестиво, пока через святое крещение не получил истинной свободы и благородства. Тогда судья спросил, какой ты веры? Трофим отвечал, я уже сказал тебе, но слушай, я скажу еще яснее. Я христианин, раб Христа и желаю быть жертвой Христу. Судья спросил, ты иностранец или римский гражданин? Святой, который был чужд миру, ответил, что он странник. На это судья спросил, читали ты императорские указы о христианах? Прочел, ответил святой, на что они нам? Между благочестным и бесовским обольщением такая же разница, как между днем и ночью. Эти слова привели мучителя в гнев. Он велел обнажить святого Трофима и растянул за руки и за ноги, бить без всякого милосердия. Мучеников били так долго, что земля обогрелась кровью. Потом судья велел перестать бить его и сказал, принеси богам жертву, Трофим, иначе я пошлю тебя в Афригию к мучителю Дионисию. И Дионисий был повсюду известен своей лютостью и бесчеловечием. Святой Трофим отвечал, для меня не важно, тобой ли я буду убит или кем другим, ты не замучаешь меня или Дионисий. Смерть все равно будет только одна, потому что у вас обоих одно намерение — убивать тех, кои служат истинному Богу. Судья еще более разгнелся и велел повесить святого на дерево и терзать его тело. Тогда его тача же обступили палачи с острыми орудиями, коими они терзали мученика, строгая его тело до костей. И даже до самых внутренностей он же, претерпевая все, тихо и кротко говорил, Господи, помоги Робу Твоему. Тогда судья спросил, где же твой Христос? Мученик отвечал, Христос мой со всеми призывающими его, он от меня не отлучается. И явное знамение Христоса, мое присутствие в том и заключается, что я легко переношу мучения, кое невозможно было бы перенести человеческому естеству, если бы страдальцам не помогал сам Бог. После этих мучений святого Трофима ввергнули в темницу. Тогда привели на суд Боженного Савватия, и судья сказал ему, Я не спрашиваю тебя, христианин ли ты, но ты сначала скажи, какого ты звания? Самое слово христианин для язычников было так противно, что мучитель не хотел даже слышать его. Как больной глазами не может смотреть на свет, приятный для всех здоровых, так он с помраченными душевными очами не мог взирать ими на свет имени Христова. Почему и сказал, я не спрашиваю, христианин ли ты? Святой Савватий отвечал, мое звание, достоинство и отечество, слава и богатство. Есть Христос, Сын Божий вечно сущий, и его промыслом утверждена и управляется вселенная. Судья, приняв смелый ответ мученика за оскорбление себе, пришел в ярость и ударив его по щеке, сказал, Отвечай то, о чем тебя спрашивают, и прежде чем я не погубил тебя посредством мучений, приступи к богам и принеси им жертвы. Но святой поносил богов, смеялся безумно и нечестивых и обличал их безбожие. Тогда, по повелению мучителя, Савватия повесили и строгали железными когтями до тех пор, пока не обнажились его кости. Так как от костей отпали уже целые куски тела и были растерзаны все внутренности, то мучителям нечего было уже терзать. Посему мученика отвязали от дерева, и святой Савватий тотчас же предал свою душу в руки Господа своего. Когда святой Савватий приставился ко Господу, в руках мучителя остался один блаженный Трофим. Аттик, отчаявшись в его обращении, выдал поклонство. Решил послать его в Афригию к мучителю Дионисии. Он написал Дионисии письмо, сообщая ему о Трофиме и о том, что сколько он не претерпел мук, но при всем том оказался сильнее мучителей своих, что он почитает одного Христа, смеется над богами и ни во что не ставит их. Затем он велел вывезти святого из темницы, а будь его в железные сапоги, внутри коих были набиты множество гвоздей остриями вверх, и в тех сапогах везти его в Афригию. Воины, взявшись святого, повели его и заставили идти рядом с собою. Они ехали на конях, а святой шел пешком в железных с гвоздями сапогах, с пронзенными ногами, перегоняя при всем пеших иконах и обогряя весь путь своею кровью. Это был поистине скорбный путь, ведущий в блаженную жизнь. Сколько он взял шагов, столько новых ран принял на свои ноги, и сколько было новых ран, столько он претерпел болезней и мук. Но сам Господь сопутствовал ему. Он укреплял на всем пути своего раба и за каждый шаг приготовлял ему воздаяние. После трехдневного пути воины со святым мучеником достигли фригийского города, называемого Синад, и там отдали Дионисию послание Илеодора. Прочитав послание, Дионисий вел тотчас же привезти к себе святого Трофима и спросил, «Ты ли Трофим?» Мученик отвечал, «Я Трофим и раб истинного Бога, верующие в коего никогда не постыдятся». Дионисий сказал, «Ты остаешься непокорным и еще призываешь суетного и тщетного Христа, бывшего виновником смерти многих. Но если ты прежде не хотел от Него отказаться, то теперь оставь надежду, которую имел на Него. Принеси жертву Богам, чтобы тебе избавиться от лютых мучений и смерти и прожить свою жизнь в мире». Мужественный Трофим отвечал, «Если бы я даже и хотел избавиться от смерти, то это невозможно, ибо если ты не убьешь меня, то самое естество мое во всяком случае смертно. Смерти же должно приобретать жизнь вечную, которая безмерно лучшей продолжительной здешней исполненной зол и кратковременной жизни. А Бог в будущей жизни не может видеть наше бренное ухо, ухо не может слышать, и на ум человеку они не придут. «Я охвачен великим желанием этой жизни и радуюсь, слыша от тебя смерти, коей ты мне угрожаешь». Тогда Дионисий, весь дыша яростью, повелел бить святого Трофима толстыми жилами. Когда же Биллион, то мучитель говорил, «Ты только обещал принести богам жертву и тотчас же избавишься от мучений». Он же, не обращая внимания на раны и слова мучителя, молчал. Слуги по повелениям учителя взяли уксус, мешали его с горчицею и вливали в ноздри Трофиму. После всего, повесив его на дереве, резали ему бока, нанося глубокие продолговатые раны, а из ребра его исходили потоки крови. Святой Молси переносил эти муки, говоря себе самому, «Многими скорбями праведным надлежит входить в Царство Небесное и от многих скорбей избавить его Господь». Дионисий, услыхав это, сказал, «Напрасна надежа твоя, Трофим, и честны твои помышления, ибо кто придет к тебе с неба избавить тебя от настоящих страданий? Посему советую тебе принести богам жертву, и тогда ты поможешь себе». Святой, смеясь безумием учителя, отвечал, «Никогда не отвернусь я Бога моего, истинного и живого». Тогда Дионисий с яростью сказал слугам, «Мучьте его еще!» И они стали его мучить с еще большей жестокостью. Святой же молился и говорил так, «Призри с небесе, Боже мой, избавь меня от сети ловящих, ибо ты вестерпение мое Господи!» Мучитель повелел лить на раности твоего мученика уксус с солью, чтобы тем увеличить его страдания. Тогда блаженный сказал мучителю, «Ты теперь только укрепляешь тело мое, чтобы оно не истлело от наносимых тобою ран!» Потом стали жечь его ребра горящими свечами, но и этим не могли победить непобедимого Христова воина. После этого святого Трофима посадили в темницу. В Сенаде был сенатор и первый советник по имени Доримедонт. Он был благочестивый христианин, но скрывал это, боясь мучителя. Он часто тайно приходил к святому Трофиму в темнице, омывал кровь и отирал в трупы его чистыми полотенцами, перевязывал его раны и вообще всячески заботился о нем. Но недолго пришлось ему скрываться от мучителя. Вскоре наступил благопротивный праздник, называемый Диаскория, то есть День Кастора и Поллукса. Праздник это совершалось всенародно в городе Сенаде. Кастор и Поллукс, по верованиям греков и римлян, были сыновьями властителя неба и высшего из богов Зеса, иначе Дия, почему назывались Диаскурами. По смерти они по этим верованиям живут и через день снова умирают, пользуясь почетом подобным богам. Оба они первоначально по североятности были древние пелопоносскими божествами света. В то же время они посчитались как покровители государств. В честь их совершались особые праздники, называвшиеся Диаскуриями по их имени, а также Анакиями, праздниками властителей и правителей, как в некоторых местностях назывались Кастор и Поллукс. Дионисий вместе со всеми своими приближенными советниками поклонялся идолам и увидев, что с ними нет Доримедонта, послал к нему сказать, чтобы он явился на праздницу. Блаженный Доримедонт отвечал постонам, «Я христианин, и потому мне не следует ходить на бесовские праздники». Дионисий, слыхав об этом, велел силой привести его к себе. И, распросив его, убедился, что он действительно христианин. Однако, не желая судить его в тот же день, велел взять его под стражу. Потом он посылал к нему своих друзей уговорить, чтобы он раскаялся и обратился к их богам. Но Доримедонт грозно взглянул на них, сказал, «Отступите от меня все делающие беззакония». Затем он замолчал и был как человек, не слышащий и не имеющий в устах своих ответа. На другой день мучитель пошел в суд и повелел привезти Доримедонта. «Обольщенный человек», сказал он святому мученику, «что с тобой вчера произошло, что ты отступил от богов и отказался исполнить царские повеления? Разве тебе не угодно стало, чтобы тебя все почитали и чтобы ты занимал между нами не последнее место?» Святой на это отвечал. «Любящий истинного Бога ни во что не ставит мирскую честь и славу. Какая польза гордиться перед другими, одеваться в драгоценной одежды и поклоняться идолам?» «Все сие временно и суетно. Все это отлучает от бога и ввергает человека в гиенну огненную». Мучитель долго и ласками и угрозами старался отвратить святого Доримедонта от Христа, но ничего не достигших, то он велел обнажить его, повесить и жечь его ребра раскаленными железными кольями, причем говорил, «Посмотрю, придет ли Христос помочь тебе?» Святой же в этих мучениях призывал имя Господа Бога своего, смеялся над языческими богами и своими словами и уверял сердце мутителя более, нежели он копьями тела святого. Тогда Дионисий обратил гнев свой на слуг мучивших святого и укорял их, что они не могут заставить умолкнуть одного человека, хулящего их богов. Слуги, пришедшие в ярость, рвались святому лицо железными когтями и выбили ему зубы. Однако и этим не могли заставить молчать боговлаголевые уста, исповедовавшие Христа и поносившие бездушных идолов. Потом развели под святым мучеником огонь и поставили его на горячие уголья. Но он ходил по ним как бы по прекрасным цветам, радовался при всех страданиях и был готов претерпевать за Христа большие и лютейшие муки. После того мучитель повелел отвезти его в темницу, а святого Трофима вывезти на мучение. Его повесили, сначала рвать его тело железными когтями, подновляя прежние раны, а затем выкололи ему глаза раскаленными прутьями. Но святой при таких страданиях благодарил Христа, после чего был опять отведен в темницу. Дионисий стал советоваться со своими приближенными, какой смерти предать Трофиму и Доримидонту, так как они пренебрегли всякими муками и решили отдать мучеников на съедение зверям. Для сего мучитель повелел приготовить голодных зверей и устроить публичное зрелище. Когда настал день, который святых хотели отдать на съедение зверям, на зрелище это явился Дионисий со всеми своими советниками и слугами, и собралось множество народа. Святые мученики Трофима и Доримидон были выведены из темницы на геи, покрытые ранами, так что все тело было как бы одной сплошной язвою. Когда святых поставили на место предназначенные для травли зверей, на них выпущена была медведица, которая с яростью стремилась на них, но, приблизившись к ним, тотчас же сделалась скроткою. Святой Доримидон, желая скорее разрешиться телом и со Христом быть, взял медведицу за ухо и раздражал ее, чтобы она скорее растерзала его. Но медведица, как бы стыдясь, наклонила и отворачивала от него голову свою. Тогда мучитель разъявился болей зверя и, видя, что святые остаются невредимыми от медведицы, выпустил на них парда, но и он, как пес, лизал их ноги. Затем выпустили льва, однако же и этот зверь подобно первым стал кротким, как агнец. Мучитель раздрялся на заведующего зверями и грозил ему смертью, если он не сумеет раздражить зверей так, чтобы они пожали сих двух христиан. Но когда тот стал раздражать льва, то лево стремился на него и растерзал его. Все присутствовавшие видели такое чудо, устрашились и познали силу истинного Бога и Спаса нашего. Один только беззаконный мучитель не хотел познать ее, но еще больше покрывался тьмой своего безумия хуля Христа и называя волшебниками рабов его. Потом он велел отсечь главы святым мечом. Святых. Так окончили страдания святые Трофимы Доримидон, скончавшиеся от меча после многих и лютых мучений и присоединяясь к святому Савватию в бессмертной жизни, люкуют ныне и с ангелами, прославляя святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа и единого Бога всеми прославляемого во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok